Всем привет! И это программа «Верх по лестнице». Меня зовут Михаил Челикин. Я Юлия Амосова. Здравствуйте! Сегодня мы представляем вам уже третий выпуск пока единственной в Обнинске молодежной телепрограммы, которая делается молодежью и для молодежи. Телепроект «Верх по лестнице» – часть нашего обучения в городском центре молодежной журналистики. Как вы поняли, мы еще учимся, поэтому просим не судить нас строго. А вот предложением наша команда журналистов всегда рада. На экране вы видите адрес электронной почты, на которую можно присылать не только критику, но и темы для наших будущих сюжетов. Мы готовы начинать? Мы уже начали, Юлия. Будь внимательна. И вот о чем мы расскажем сегодня. Встреча с губернатором. Пресс-конференция губернатора для воспитанников Обнинского центра молодежной журналистики прошла в Наукограде. Акция «Клужане о победе» продлена до 22 июня. Десятки людей из разных городов нашего региона уже поддержали этот стихотворный марафон, стартовавший в соцсетях в конце апреля. К этой акции присоединились представители Госдумы, областного законодательного собрания и руководство нашего города. Штаб «Патриот». Школьники Наукограда хранят память о подвиге подольских курсантов. Спортивный праздник. Мы узнали, как ученики Обнинской школы номер 11 вырабатывают боевой дух и волю к победе. В середине апреля состоялась встреча, которой, признаюсь, я лично ждала с нетерпением. Это была пресс-конференция губернатора Калужской области для воспитанников городского центра молодежной журналистики, которые, кстати, являются авторами этой телепрограммы. Наша встреча с Анатолием Артамоновым прошла 14 апреля в Обнинском доме ученых. О своей готовности ответить на вопросы начинающих обнинских журналистов он заявил еще в начале года и сдержал свое слово. О чем мы его спрашивали и какие ответы получили, расскажет Михаил Ходак. 14 февраля в Обнинске состоялась пресс-конференция Анатолия Артамонова. Проводилась она для участников общеобразовательного проекта «Журналист 1.0». В начале встречи губернатор посмотрел на небольшой видеоролик о том, как развивался Центр молодежной журналистики за этот год. Затем ребята начали задавать губернатору интересные, а подчас и острые вопросы. В сегодняшнем мире очень много лжи и дезинформации. А каким источникам вы доверяете или прислушиваетесь? Всегда надо использовать и альтернативные источники информации. И истина, она всегда посередине где-то находится. Но вот эту середину надо уметь находить. Для этого, конечно, надо стараться расширять вот этот объем этой информации, которой пользуешься. Ребята спросили у губернатора о том, с чего он начал возрождение Калужской области и превращение его в сильный и развитый регион. Успехов удалось достичь, четко определив главные задачи – добиться выплаты заработной платы, найти рабочие места и привлечь инвестиции. Мы со всеми охотно делимся своей практикой, работой, эту практику совершенствуем. Вот, по сути дела, основа нашего успеха. Но, и, конечно, то, о чем вы спрашивали, кадровая политика. Мы занимаемся подготовкой кадров, начиная с тех пор, как вы являетесь школьниками. И сейчас вот то, чем мы с вами занимаемся – это моя кадровая политика. Я стараюсь сделать так, чтобы из вас потом получились журналисты, а может быть и не только журналисты. Но время нашего общения, оно обязательно каким-нибудь образом отзовется потом на вашем будущем. Интересовались участники встречи тем, как губернатор проводит свободное время. Его Анатолий Артамонов проводит на горнолыжном спуске. Когда я плываю, я о чем-нибудь думаю о работе. Когда я занимаюсь скандинавской ходьбой и иду, я тоже думаю о работе. Когда я делаю зарядку, я тоже думаю о работе. Когда я спускаюсь с гор, я думаю о том, как спуститься с горы. И это помогает мне немножко хотя бы чуть-чуть расслабиться. В конце пресс-конференции начинающие репортеры Центра молодежной журналистики поблагодарили Анатолия Артамонова за интересную беседу и сделали с ним совместное фото. А он, в свою очередь, предложил сделать такие пресс-конференции с участием молодых журналистов новой традиции. Михаил Ходак, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Акция «Калужане о победе» шагает по нашей области. Она стартовала в социальных сетях в конце апреля. Организаторы, члены молодежного правительства Калужской области, посвятили ее 72-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Основная идея марафона – напомнить землякам о событиях военных лет, а также популяризировать стихи калужских поэтов, писавших о войне, в том числе поэтов-фронтовиков. Члены молодежного правительства решили начать себя и первыми опубликовали короткие видеоролики со стихами, посвященными Великой Победе. Кстати, первый ролик опубликовала Екатерина Замахина, автор этой идеи и руководитель нашего Центра молодежной журналистики. На первых видеозаписях, появившихся в сети, звучат стихи Николая Полунина, Александра Авдонина, Алексея Золотина и других калужских поэтов. Но, согласно условиям акции, в ней могут принять участие и жители региона, чьи любимые стихи о Великой Отечественной войне принадлежат не только калужским авторам. Кстати, обнинцы эту инициативу поддержали очень активно. Стихи местного поэта Эдуарда Карпухина прочитал и глава городской администрации Владислав Шапша. В социальной сети ВКонтакте этот видеоролик уже набрал более 10 тысяч просмотров. Велик Резон. Мы прем против рожена. Уже не привыкать и честь по чести. Мы одного полку. Мы ополченцы. Ведь каждый снаряжен, когда война. Акцию поддержал и председатель Обнинского городского собрания Владимир Викулин, а также депутат городского парламента Евгений Халецкий. В соцсетях можно найти и запись, на которой стихи читает депутат Законодательного собрания области Анатолий Сотников. А представитель нашего региона в Государственной думе Геннадий Скляр прочитал для акции произведения калужского поэта и журналиста Алексея Золотина. Главный редактор областной газеты «Весть» Юрий Расторгуев также поддержал инициативу молодежи. При этом на сайте этого издания уже появился раздел «Калужане о победе», который уже пополняется лучшими видео, опубликованными в рамках этого проекта. Техническую поддержку акции в Наукограде оказывает телекомпания Обнинск ТВ. Ты забыла сказать о том, что я и мои коллеги по телепроекту «Верх по лестнице» стали одними из первых, кто поддержал эту акцию. Да, ты прав, но разве в этом случае важно, кто первее? Каждый участник этой акции заслуживает уважения и поддержки, потому что эти искренние стихи – дань памяти поколению победителей и напоминание об их подвиге. Именно поэтому я записал не одно стихотворение, а два. А если серьезно, то мы приглашаем вас присоединиться к акции «Калужане о победе». Размещайте видео со стихотворением в социальных сетях с хэштегом «Калужане о победе» с уже опубликованными выступлениями участников акции. Можно ознакомиться на канале молодежного правительства Калужской области на YouTube, в пабликах телекомпании «Обницк ТВ» и на информационном портале областной газеты «Весть». Стихотворный марафон продлится до 22 июня. Сотрудники библиотеки школы номер 11 уже не первый год занимаются патриотической деятельностью. Макет боевых действий на Ильинских рубежах, воссозданный по старым картам, книга вехи памяти – все это заслуга библиотеки, ее сотрудников и читателей. Но мало кто знает о том, что на базе библиотеки уже долгое время существует школьный клуб юных поисковиков. Юлия Амосова расскажет подробнее. На базе библиотеки школы номер 11 уже более 10 лет существует штаб с символическим названием «Патриот», целью которого является изучение одного из самых громких подвигов Великой Отечественной войны – подвига подольских курсантов, которые живым щитом встали на защиту Москвы. Поисково-исследовательской работой в школьном клубе «Патриот» на данный момент занимаются 25 детей и 8 взрослых, среди которых писательница Нина Липатова, ветеран Великой Отечественной войны Иван Харлов и другие почетные участники штаба. У нас остался огромный архив документов, писем. И идея создания такого штаба, она вышла, так скажем, вот из этой огромной большой работы, которая продолжается и сейчас на протяжении 35 лет в нашей школе. И наши ребята, участники этой работы, они добровольно участвуют во всех мероприятиях. По старым письмам, архивным бумагам, ребята восстанавливают утерянные сведения о героях Великой Отечественной войны. Уже сейчас у каждого участника штаба набралось достаточной информации, чтобы подробно рассказать о своем герое. Моя героиня – Савина Наталья Ивановна. Она была медсестрой на Ильинских рубежах, и я ее выбрала, потому что в будущем я тоже хочу стать медсестрой или же врачом. Я думаю, что это важная профессия – спасать жизни людей. Участники клуба проводят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, посещают места боевой славы и выступают перед учениками школы. Я Кредина Ангелина. Мой герой – Яшнигорь Петрович, генерал-майор. В книге я узнала, как тяжело шли бои, сколько погибло мальчишек. Яшнигорь Петрович не раз был на школе. Я нашла его книги. Ведь о человеке с большой буквы нельзя молчать. О необходимости проведения подобных работ на базе школы неоднократно говорил и директор образовательного учреждения Анатолий Гераскин. В преддверии Дня Победы он пожелал учащимся всех школ города не забывать о тех, кто подарил жителям всего мира мирное небо над головой. Ребята, никогда не забывайте тех, кто завоевал для нас право жить. И вот наши дети, по-моему, хранят эту память свято, занимаются этими вопросами и идут с этим по жизни. Участники штаба клуба «Патриот» уже сейчас обладают важными сведениями и ценной информацией. Но своей деятельности они не прекращают. Совсем скоро ребята планируют встретиться с ветераном Великой Отечественной войны и услышать о тех страшных событиях из первых уст. Юлия Мосова, Алексей Резвых, Обнинск ТВ С твоего позволения, Миша, я продолжу тему 11-й школы. Совсем недавно здесь прошел спортивный праздник для детей, посвященный годовщине окончания Великой Отечественной войны. Это были соревнования между школьниками с 1 по 11 классы под лозунгом «Мы – наследники Победы». Педагогический состав школы номер 11 уже не первый год занимается патриотическим воспитанием молодежи. У нас сегодняшний день проходит два потока соревнований. Первый поток сейчас 32 команды. И в следующий поток с 12 часов будет выступать еще 8 команд. Таким образом мы все 100% классов охвачены. И через уроки физкультуры прошел отборочный тур, когда были сформированы команды, были сформированы ребята, которые готовы и хотят, и могут заниматься. И вот сегодня они здесь соревнуются в честь Дня Победы. Спортивный праздник – лишь часть работы школы по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. На территории школы номер 11 находится аллея памяти, в начале которой расположен мемориальный знак. Березы, посаженные курсантами, растут группами. И это символ командного духа, который так понадобится ребятам на соревнованиях. Почетным гостем патриотических мероприятий, проводящихся здесь, уже не первый год является председатель городского совета ветеранов Николай Капустин. И вот то, что такие соревнования в честь Дня Победы проводятся, пока еще, к сожалению, ни одна школа не повторила этого. Пока они единственными в городе являются. И видно, что ребята с удовольствием идут на эти соревнования, борются и хотят победы. Ребята соревнуются по разным дисциплинам. Бег, пресс, прыжки в длину с места, подтягивания, перетягивания каната. Кажется, что для этих ребят нет ничего невозможного. А здесь самые юные учащиеся школы практикуются в перетягивании каната. Эта русская народная забава до сих пор привлекает школьников. И со всех сторон слышны крики поддержки от родителей и их команд. Ребят, вам понравилось? Да! Было страшно? Нет! А тяжело? Нет! Я собирался с мыслями, везде говорил, что не надо было сдаваться, и мы победили. Сила духа, воля к победе – всем этим явно обладали участники соревнований. Конечно, эта нагрузка несравнима с испытаниями, которые пережили те герои, которые защищали нашу землю от немецко-фашистских захватчиков. Но эти состязания – еще один повод для молодежи вспомнить, какой огромной ценой была завоевана для нас Великая Победа. Юлия Амосова, Алексей Резвых, Обнинск ТВ. Юлия Амосова, Алексей Резвых, Обнинск ТВ Юлия Амосова, Алексей Резвых, Обнинск ТВ А когда было по-другому, Миша? С вами в студии снова мы – Миша Чиликин и Юлия Амосова. Сейчас расскажем о том, как в Обнинске встретили День Победы. С самого утра у мемориала «Вечный огонь» дежурила Шахноза Малаева. У нее все подробности. Встреча Дня Победы в Обнинске традиционно началась у мемориала «Вечный огонь». В 8.30 отсюда стартовал традиционный легкоталитический пробег, который проводится уже 33 года. В нем участвовали более 48 человек. Среди них были как профессионалы, так и любители бега. В это же утро у мемориала «Вечный огонь» отслужили литью по погибшим воинам. От всей души подарю вас с Днем Победы! В Великой Победы мы поминаем тех, кто положил душу свою ради нас с вами. На торжественном митинге, как и в прошлом году, было много людей. Среди почетных гостей были участники Великой Отечественной войны. У каждого из них своя история и свои воспоминания о войне, о тех мучительных днях, которые они пережили и помнят до сих пор. Скажите, а войну нельзя забыть? Ну и как же ее забудешь? Я вот, видите, у Вечи после войны были ноги отморожены, мне их хотели ампутировать, потому что в госпитале мест мало было, а надо было освобождать. Привезли в госпиталь. Говорят, давайте будем ноги по колено отрезать. Я говорю, нет, подождите. Ну и молодой врач, давай, подождем еще. А мне было еще 18 лет не было. Ну вот они подождали неделю. Вроде хуже нет, а даже появились признаки улучшения. Говорят, о, давай еще подождем. Ну так ждали, и вот в конце концов, через три месяца я начал ходить. Были у ветерана и слова, оброшенные молодому поколению россиян. Молодому поколению надо быть активным и заботиться о нас, стариках. Все-таки мы выполнили свою долю, им надо еще научиться жить как следует. Открыли митинг представители руководства города. Среди тех, кто приветствовал горожан, был и депутат Государственной Думы Геннадий Скляр. Дорогие обнинцы, сегодня вся наша необъятная страна замерла у воинских мемориалов. Мы гордимся своей историей, мы чтим своих героев, мы помним всех, кто дал нам жизнь. Наших дедов, отцов, матерей. И это наша гордость. После торжественного выступления старшеклассники 4-й школы поставили свечи в память о погибших воинах и уступили место взрослым, которые принесли к мемориалу цветы и венки. В знак того, что мы помним и скорбим о тех, кто отдал жизнь на наше мирное небо. Шахноза Малаева, Екатерина Замахина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Неотъемлемой частью митинга в День Победы уже несколько лет является шествие Бессмертного полка. В этом году в нем приняли участие представители 20 учебных учреждений Обнинска. По традиции коробки полка формировались на улице Липунского, после чего участники акции прошли по улицам города к Вечному огню. Среди тех, кто нес штендеры, были и Обнинсы, которые присоединились к колонии в день проведения акции. Мы попросили Михаила Ходока рассказать нам с вами об истории Бессмертного полка. И вот, что ему удалось узнать. Бессмертный полк и миллионы лиц мелькают, словно кадры кинохроник. Стираются препятствия границ, пылает сердце прямо на ладони. 9 мая в Обнинске прошла акция «Бессмертный полк», посвященная Дню Победы. Впервые колонны людей с портретами участников войны и тружеников тыла в те непростые годы прошли в 2014 году в городе Томске. Через год к акции присоединились еще несколько городов, потом уже и вся страна. Бессмертный полк о себе представляет инициативу людей сохранить память о тех обыкновенных, простых солдатах, тружениках тыла, партизанах, кто внес свою лепту в великую победу. Уже около 40 стран принимают участие в акции «Бессмертный полк». Порой кажется, что она не только сближает, но и сплачивает людей на одно общее дело – отдать дань уважения своим родственникам, отстоявшим мир для всего мира. «Бессмертный полк» по улицам города Обнинска прошел уже в 2015 году. Теперь ежегодно в День Победы по главным улицам и мимо Вечного Огня идут сотни жителей Наукограда. У каждого из них своя история. И когда эти истории объединяются вместе, мы с гордостью можем сказать, что наша страна и наш город едины. Скорбим! Они не дожили до этих дней. Среди них – герой Советского Союза, командир первой атомной подводной лодки Леонид Гаврилович Осипенко. Люди, которые участвуют в этой акции, безусловно, чувствуют гордость за своих дедов, прадедов, тех, кто отдал жизнь за мирное небо над головой. Я решил почтить память дедов, которые воевали за наше Отечество, защищали его и защищали нас. Это наш дедушка, Кашкурцев Василий Илларионович. Он был дважды ранен под Сталинградом, был минометчиком, дошел до Берлина, брал рейстак. Поэтому мы очень гордимся семейной ценности, традиции мы храним, передаем своим детям, внукам. Всем большое спасибо за эту акцию, за хорошее проведение, за хорошие организации. Поэтому всех я поздравляю с праздником, с Днем Победы. Ну, каждый год, 9 мая, я хожу к Вечному Огню. И, ну, я была очень рада, когда появилась эта акция «Бессмертный полк», так как моя семья напрямую связана с Великой Отечественной войной. И вот один из моих героев, это Белов Евгений Иванович. И я рада, что сейчас таким образом я могу почтить его память. Как много лет промчалась той войны, и только память остается в силе. Лишь дайте ей минуту тишины во имя павших и живых солдат России. Михаил Ходак, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В первой части программы мы упоминали о подольских курсантах, чье имя носит Обнинская школа номер 11. Готовя этот выпуск, мы с коллегами решили снять сюжет о мемориальном комплексе «Ильинские рубежи», месте, где юные курсанты совершили свой подвиг в октябре 1941 года. Михаил Ходак продолжит. В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, 7 мая на территории села Ильинска, где подольские курсанты в начале октября 1941 года вступили в неравный бой с фашистскими захватчиками, продолжило свою работу общественное объединение «Ильинский патруль», созданное три года назад на базе обнинского предприятия «Технология». Именно эта организация стала инициатором проведения субботника на Ильинском рубеже. Поддержали обнинских энтузиастов и представителей воинской части 33-82, а также учебного центра ВМФ, базирующегося в Обнинске. Последовали, к примеру, войск национальной гвардии 33-82 войсковой части, где они давно уже участвуют в этом мероприятии. И мы тоже попытались свой вклад внести в эту работу. Всего в расчистке дотов на линии обороны в районе села Ильинское вышло около 100 человек. И взрослые, и дети с интересом изучали места, где когда-то отряд подольских курсантов совершил свой подвиг. Олег Комиссар рассказал ребятам о том, как строилась линия обороны Ильинского рубежа. Ставили так, чтобы они перекрестным огнем перекрывали все поле противника. Ну, изучали друг друга. Ну, для защиты дотов идет вторая линия дотов. Здесь дот находится в тре линии. Многие ребята решались забраться в доты, чтобы посмотреть, как они устроены изнутри. Мы тоже последовали их примеру. В таких дотах защитники Ильинских рубежей оборонялись от фашистских захватчиков. Вместе со взрослыми в расчистке оборонительных сооружений принимали участие подростки из поискового отряда «Беспокойные сердца». Ну, наша работа – это выезжать, расчищать, копать. Ну, вообще, это очень интересно. И мы отдаем должное нашим прадедам, которые воевали за то, чтобы мы жили сейчас в мирное время. Руководитель объединения «Ильинский патруль» Олег Комиссар поделился планами по созданию здесь единого мемориала под открытым небом. Вообще, у нас планы такие, что на Ильинском рубеже потихоньку сделать большой мемориал под открытым небом. Вы знаете, что музей – это небольшое здание, и там два дота и вечный огонь с курганом памяти. У нас такая идея, чтобы все эти 20 квадратных километров пройти в такую мемориальную зону. А уже следующей осенью на месте сражения подольских курсантов с фашистскими захватчиками начнутся съемки художественного фильма о бессмертном подвиге защитников Ильинского рубежа. Эта инициатива также принадлежит Обнинцам. Михаил Ходак, Екатерина Замахина, Алексей Резвых, Обнинск ТВ Миша, знаешь ли ты, что обнинцы собираются снять фильм о подвиге подольских курсантов? Слышал. Идея нескольких жителей нашего города уже выросла в народный проект. Надеюсь, что и нам выпадет возможность поучаствовать в съемках этого фильма. Ты хотел сказать в съемках сюжета о съемках этого фильма? Ну, хотя бы и так. А в следующем сюжете мы познакомим вас с нашей юной коллегой. Ева Летицкая учится в Обнинской школе номер 16. Несколько месяцев назад она собрала команду одноклассников и стала снимать выпуски новостей о жизни родного 4-го Б. Сейчас Ева уже осваивается в качестве участника нашего центра молодежной журналистики. А мы попросили ее рассказать о том, как она начинала свой самостоятельный путь школьного репортера. Все началось с простой игры. Мы с одноклассниками сделали из своего пропуска игрушечную видеокамеру и смастерили два микрофона из карандашей. Мы ходили и общались с ребятами в качестве репортеров. А потом хоть пошла настоящая камера на мобильном телефоне. Потом у меня возникла идея снимать настоящие новости. И теперь раз в неделю, иногда в две, мы снимаем и монтируем выпуск новостей, которые потом показываем нашему классу. За 5-7 минут мы успеваем рассказать о том, что происходит в 4-м Б. Вот так я, к примеру, сообщаю одноклассникам о грядущих олимпиадах. В эту пятницу у нас придет городская олимпиада по русскому языку. В нее пойдет из нашего класса летитская Ева и из 4-го класса Туваевы Дары. У нас есть и другие постоянные рубрики. Мнение класса, переменка и 4-бит-ренд. Но мы стараемся придумывать что-то новое для каждого выпуска. Нашему классу нравятся новости. Все ребята с интересом смотрят каждый выпуск и обсуждают между собой. В 5-м классе я собираюсь продолжить этот проект. Надеюсь, моя команда меня поддержит, а число зрителей наших новостей увеличится. Ева Летицкая, Полина Шеремет, Илья Маскаленко, Егор Серков, Дарья Челкалова, Обнинск ТВ. Это все, о чем мы хотели рассказать вам в этом выпуске. Программа «Верх по лестнице» открыта для новых идей, поэтому пишите нам и предлагайте свои темы для сюжетов. А мы прощаемся с вами до... До осени. Редакция нашего телепроекта заслужила летние каникулы. Даже если кто-то и халтурил. Нет, все были молодцы и даже не спорь с этим. Ладно, всем хорошего лета. Так-то лучше. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok